всем привет я георгий макеев и с фондом капитального ремонта города москвы мы продолжаем знакомить вас с интересными московскими домами и сегодня поговорим о доходных домах это словосочетание уже не раз я употреблял пока мы снимали предыдущие ролики самое время разобраться что это за дом такой а ведь по сути доходник это первый формат многоквартирных жилых домов в нашей стране а ремонтом именно таких домов и занимается фонд капитального ремонта города москвы уж сколько раз твердили свету но я повторюсь пожалуй чтобы вы точно не перепутали в грядущем времени дом доходный скажем с публичным домом а бывает и такое по сути доходный дом это тот же квартирный дом квартира в котором сдаются в аренду вот и все первые известные доходные дома появились в древнем риме они назывались инсулами из таких домов состояла большая часть древнего рима как и дореволюционных москвы и санкт-петербурга квартиры там сдавались в аренду они были 4 5 этажными и чем этаж выше тем дешевле стоило жилье потому что во первых так можно быстрее выйти из дома в случае пожара во вторых лифтов долгое время не было ну а у нас в стране строительный бум этих доходных домов вспыхнул в середине девятнадцатого века когда в город особенно после отмены крепостного права стало ехать много крестьян и рабочих на заработки место для всех быстро закончилось и так в небо стали возноситься эти гигантские по меркам того времени пяти шестиэтажные доходные дома их строили для извлечения дохода любой человек при бабках крестьянин даже или купец мог выкупить землю в городе и построить свой доходный дом пригласив архитектора или возведя дом по типовому проекту какая-нибудь организация банк страховое общество да даже монастырь могли выкупить землю в городе и сдавать квартиры в аренду единственная принципиальная разница с современным жильем в том что в доходниках квартир нельзя было покупать тогдашние законы не предполагали нарезки одного дома между разными владельцами хочешь покупать выкупать целый дом находились предприниматели которые в доходных домах арендовали целые этажи и в субаренду там сдавали квартиру те кто снимали квартиры сдавали в аренду комнаты а кто снимал комнату мог сдавать в наем углы в общем то в этой иерархии за сто лет ничего не поменялось чехов гелеровский станиславский шаляпин никогда не владели квартирами в москве они их снимали так что вот эта многозначительная доска на фасаде какого-нибудь дома здесь жил такой-то вовсе не обязательно значит что он прям всю жизнь здесь жил скорее всего он жил много где еще за жилье тогда так не держались переезжали с места на место очень часто например в санкт-петербурге адресов достоевского только больше двух десятков лев царь зверей а мы начнем с царь дома за моей спиной знаменитый дом со львом на мясницкой улице в 1910 году его построили архитекторы милюков и с участием братьев весниных строили его для купца кузнецова но не того который матвей фарфоровый король россии а который иван его двоюродный брат и некоторое время он даже был управляющим фарфоровых заводов матвея то есть это дом зам царя сам предприниматель жил в санкт-петербурге а вот здесь в центре москвы выкупил земельный участок у дворян салтыковых и построил гигантский доходный дом дом строили в модном тогда неоклассическом стиле от классики здесь прежде всего ордерная структура и колонны на фасаде а вот от него железопитонный каркас и один лев посредине у классического особняка их было бы два для симметрии по бокам сейчас по бокам кафе а в советские годы были магазины многие москвичи еще помнят что это дом с магазинами спорт и инструменты дом кузнецова это не просто коробка с квартирами а целый квартал настоящий барский дом с внутренними дворами кстати показатель барского дома наличие в нем парадных и черных лестниц парадные лестницы самыми дорогими квартирами для состоятельных арендаторов и их гостей а по черному лестнице могли доставлять например продукты дрова то могли быть более дешевые квартиры как и здесь если вдруг будете в старом фонде подбирать себе в москве или петербурге квартиры то знайте что обычно самое дорогое жилье на первой линии на втором или третьем этажах они традиционно считались барскими чем выше квартира тем она стоила дешевле лифты в то время были еще редкостью ну и еще дешевле во втором и третьем дворе то или самый роскошный хорома в таких барских домах от 2 до 5 тысяч рублей в год это примерно 20 процентов годового жалования крупного чиновника примерно 30 тысяч рублей таких домах могли быть квартиры по 10 15 20 комнат зачастую они занимали вообще целый этаж недавно завершился капитальный ремонт этого дома в ходе которого ему обновили точнее отреставрировали фасад и парадные но вы это видите и заменили все инженерные системы реставраторы особенно гордятся тем что удалось восстановить историческую позолоту в парадных этого дома причем восстановили не только цвет но и состав этой краски а еще восстановили исторический цвет этого дома теперь он видите такого цвета мятного мороженого так решили мы даже если нет архивных данных какого цвета дом был изначально проводится химико-технологическое исследование в разных местах фасада и реставраторы бережно слой за слоем а у такого дома слоев может быть до полусотни добираются до исторического это здание не такое огромное как дом кузнецова но за счет торцевых отростков один из них за моей спиной здесь сумели разместить аж полсотни квартир конечно они были потеснее и арендная ставка здесь была не такой высокой квартиры по 5-6 комнат в год они стоили 500 полторы тысячи рублей и основными арендаторами такого жилья среднего класса были как правило предприниматели инженеры сотрудники банков и страховых фирм так или иначе люди зарабатывающие начало арендного сезона стартовала в августе если сейчас средний москвич старается уезжать зимой скажем в индию или в таиланд то сто лет назад все было наоборот это зиму проводили в городе а вот летом оттуда уезжали в загородное имение или на дачу в августе состоятельные семьи возвращались в город и начинали искать себе новую квартиру обычно смотрели если в окнах или на дверях квартир так называемые зеленые билетики объявления о сдаче это верная примета свободного жилья это дом построил архитектор геллерих в 1911 году для купцов грибовых то же время соответственно и стиль архитектурный такой же это неоклассика и на фасаде много богатых лепных античных деталей в этом доме проживало немало известных личностей причем и до революции и после нее в их числе например писатель горький и академик чаплыгин его имя сейчас носит эта улица а до революции это был мошков переулок подходит концу капитальный ремонт этого дома в ходе которого была проведена подчеркиваю реставрация подъездов и фасада дому вернули исторический цвет до этого кстати он был серый а теперь не серый ну и кроме того был проведен ремонт кровли заменили всю систему электроснабжения и внутридомовые коммуникации многие знают эту хатку как дом с театром табакерка он занимает подвал этого жилого дома специалисты фонда капремонта говорят что сам большой трудностью при обновлении этого здания было совместить три стези сохранение комфорта жильцов работу театра табакерка и качественную реставрацию но все было проведено на высшем уровне этот доходный дом харитоневском переулке для предпринимателя сергея шугаева построил архитектор кондратенко кондратенко лишился зрения из-за несчастного случая настройки на голову ему упало ведро с известью что со временем привело к полной утрате зрения с тех пор он работал обычно в авторстве с другими архитекторами сам лепил большой макет дома а коллеги доделывали мелкие лепные детали на фасаде очень много деталей в ренессансном стиле это жилье для достаточно состоятельных арендаторов доходные дома в москве обычно возводились в сжатые сроки за год-два а окупались быстро за несколько сезонов развитию девиллоперской деятельности в городе способствовало обилие пустующих земель кстати в отличие от санкт-петербурга обедневшие дворяне в 19 веке распродавали свои земельные участки в центре города их выкупали купцы зачастую даже еще не имея понятия что будут с ними делать но спустя 20-30 лет на месте обветшавших усадеб в небо возносились такие пяти шестиэтажные громады кроме стандартного ремонта этого дома была проведена полноценная реставрация фасада которая включала в себя обновление входной группы здесь теперь такая же дверь как было в 1912 году с такой же растекловкой с такой же ручкой и сохранились архивные фотографии реставрация вернула дому исторический цвет во первых в 90-е годы во время очередного ремонта здание стало двухцветным а теперь цвету дома один но два оттенка а во-вторых вернула замазанный картуши на эркерах этого дома там красивые аллегорические фигуры женские теперь они снова видны с возвращением девчонки также профессиональные реставраторы восстановили всю лепнину в парадной этого дома внутри конечно гораздо больше мелких лепных деталей нежели на фасаде поэтому сперва потребовалось кропотливое лазерное сканирование чтобы восстановить всю первозданную красоту погнали вот еще пример роскошного доходного жилья в центре москвы огромный жилой комплекс на большой никитской улице под построили предприниматели элькинды дон ицкович элькин занимался торговлей казенными подрядами на строительство в 1901 году его сын давид выкупил огромный земельный участок на никитской улице и снес всю застройку 18 19 веков построил на их месте четыре гигантских доходных дома возводить их доверили архитектору струкову автору белорусского вокзала лет через десять этот жилой комплекс выкупила страховое общество россия крупнейшая в мире страховая компания и главный дом перелицевал архитектора цедлер он как раз и надстроил этот корпус куполами по бокам и стеклянным гигантским куполом посередине ваш наметанный взгляд заметит конечно что этот купол современный так оно и есть во время октябрьских боев семнадцатом году этого купола не стало и все советские годы это здание было без него надстроили вот только лет десять назад у дома появился жилой мансардный этаж а внутри стеклянного купола два этажа с офисами недавно в ходе капитального ремонта этому дому обновили подвал и крышу и заменили все инженерные системы самое главное что была проведена научная реставрация фасада этого здания в рамках которой был осуществлен один из первых в москве взлетов дрона для лазерного сканирования чтобы обновить нишу которая находилась в упадническом состоянии практически как и весь фасад этого дома теперь на него любо-дорого смотреть проводить экскурсии по большой никитской стала гораздо приятнее в настоящее время часть доходных домов москвы находится на капитальном ремонте или реставрации другая часть ожидает ее оставлять в прежнем состоянии эти дома нельзя за сто с лишним лет их коммуникации устарели фасады стали разваливаться да и внутри здания много раз были перепланированы потому что эпоха коммунальных квартир тоже не миновала их поэтому сами жильцы конечно вряд ли когда-то смогут скинуться на полноценную реставрацию этого дома это очень большие деньги но фонд капитального ремонта выступает в роли посредника который и берет на себя эту роль добротный капитальный ремонт замена всех инженерных служб укрепление самого фундамента здания и научная реставрация у фасадов вот что ожидает все доходные дома в центре москвы и не только в центре сейчас доходных домов у нас уже не строят разве что сдают в аренду современные апартаменты но эти дома по-прежнему составляют основу городской ткани в центре москвы это по их образу и подобию потом возводились у нас монументальные сталинки и при должном обращении эти здания будут радовать наш глаз еще долгое долгое время главное регулярно проводить их капитальный ремонт увидимся макеев пока